Всем доброе утро! Готовлю сейчас завтрак. Ребятам готовлю блинчики, очень удобно. Из морозилки достал, приготовил. Один у меня немножко развалился. Это блинчики Ермолина. Очень нам нравятся створога маленькие и яблоко-корица. Себе варю 2 яйца. И вот варю еще перепелиные. Детей приучаю тоже кушать яйца. Большие не всегда едят куриные, а перепелиные как-то охотнее. Я вам хотела рассказать про такую вещь, как акклиматизация. Мы когда вернулись из Анталии, казалось бы, там разница у нас всего 1 час. Но вы даже не представляете, после перелетов и поезда вот этой дороги, я только 3 дня не могла восстановиться. В общем, казалось бы, там не такая уж большая разница во времени. У родителей там была разница в 13 часов, у нас всего час, но все равно энергии просто не было. У меня тут пришел заказ и после поездки я начала пить. Я вам показывала вот такой продукт. Называются они ростки пшеницы. Заказывала на Валберес. И сейчас расскажу вам про свои впечатления, про свой результат. Называется Живи 200. Это прессованные ростки пшеницы. Не путайте с продуктом, который содержит пшеницу, глютен. Тут никакого глютена нет. Это абсолютно натуральный продукт. И у меня вот вариант прессованный с черникой. Там на Валберес еще есть другие варианты. Сами ростки находятся в прессованном виде. Вот так они выглядят. Вот такие зелененькие. И как их нужно пить? В первый день выпивается одна штука. Запиваем большим количеством теплой воды за 30 минут до еды. На второй день 2 штуки. На третий 3, на четвертый 4. На пятый день 5. И оставляем вот 5 штук в день. Спустя неделю приема я заметила, что у меня появилась реальная энергия. Уже даже на второй день приема я чувствую, что я готова делать домашние дела. Активно, бодра, энергично. Плюс ко всему бонус очень приятный. Мне меньше хочется есть сладкого, мучного и всяких вредностей. После приема вот эти вот маленькие спрессованные ростки пшеницы набухают в 10 раз. Становятся больше в желудке. Уменьшает чувство голода. Здесь огромное количество витаминов. Это витамины группы В, магний, кальций, селен и аминокислоты в том числе. Вот в такой маленькой баночке огромное количество пользы для волос, желудочно-кишечного тракта, ногтей и кожи. Самое важное, конечно, это состав. Никаких химических добавок, компонентов и ГМО. Только натуральный состав. Никакого глютена. Можно не только для красоты пить, еще и для здоровья. Подходят для детей от 3 лет, для мамочек будущих и кормящих мамочек. У нас сейчас дети, как вы знаете, болеют. У меня оба ребенка болеют. И, к сожалению, пришлось пить антибиотики. После этого я курс буду давать вот этих ростков пшеницы и Кириллу, и Грише. Я уверена, что они будут меньше болеть. Будем укреплять иммунитет всей семьей. У меня уже выработана привычка. Каждое утро у меня уже по 5 штук, так как я уже пью неделю. 5 штучек запиваем водичкой. С черникой очень такой приятный. Немножко такой не кисловатый. Ну, черничный, да, такой приятный вкус. И в течение дня нужно пить водичку тоже обязательно, чтобы все хорошо усваивалось. Сейчас как раз самое время убрать из организма все лишнее, все токсины. И вот эта баночка очень поможет в этом деле. Кто спрашивал, девочки, оставлю вам, девочки и мальчики. Извините, мальчики. Для вас тоже оставлю ссылку в описании. На Валберис Азоне можно заказать. Еще есть свой сайт, телеграм-канал у них есть. Вся подробная информация есть. Все оставлю в инфобоксе. Как я вам уже говорила, когда мы ехали в Турцию, у нас был один чемодан, спортивная сумка и три ручных клади. Это рюкзаки и еще одна там спортивная сумка Артема. В итоге мы купили в Анталье два новых чемодана. И решили, что мы старые оставим прям там, потому что там сломаны колеса. В итоге мы забили два новых чемодана, забили старый чемодан. И вот эти сумки ручной клади тоже все полностью были утрамбованы. Часть, одна треть, наверное, нашего багажа была занята новыми вещами. И сейчас вот я сделаю обзор того, что мы купили в Турции, в Анталье, в торговом центре Терра-Сити. Обуви немало она тоже весит. Потом вкусняшки, которые мы купили, привезли в подарки, всякие угощения, сладости, кофе. И еще, наверное, примерно маленький чемодан, ну чуть поменьше нам, родители передали гостинце своим близким, родным, знакомым, друзьям. Это тоже что-то весит. Причем так прилично весит, как оказалось в итоге. Ну, мы как бы на это рассчитывали, мы сказали, что один чемодан вы можете заполнить тем, что вы хотите передать. То есть знакомые, близкие, родные передавали всякую рыбу, сало копченое, мед, веники вот мы привозили в Анталью, чтобы отвезти это в Майами. В Майами живут у меня родители. Обратно мы привезли то, что они передали друзьям сюда, в Россию. Ну, это турецкие вкусняшки в основном и чуть-чуть там кое-что из Америки. Так, здесь у нас какие магазины в основном? Здесь все это Zara, немножко Катона и Вайкики. Вот Zara, Вайкики. Как бы вот так. Давайте покажу сначала из обуви, что купили. Обувь вся Zara. В первый день в Zara Kids мы купили вот такие классные кроссовки, очень легкие. Жалко, что Кирюхиного размера не было. Вообще в Zara Kids размеры вот у Кирилла на 146-152 уже с этим сложнее. А вот детей, наверное, от нуля до 11-12 лет прям классные с размерами и с одеждой. Очень классные, легкие. У Гриши 32 размер. Вообще у него чуть поменьше, но они прям вот летом будут. Весной ему как раз, может быть, даже осенью мы застанем. Здесь сеточка, то есть даже летом будет очень комфортно в них. Здесь на резинке стоят они... Вот я вам буду показывать цену в лирах, где ценники сохранилось, умножаем на 3. То есть эти стоят, ну, на 280. Я, грубо говоря, до трех округляю. Почти 3000 рублей вот они стоят. Хорошая подошва. Мягкие, классные, удобные. Прям очень мне нравятся. Их, если что, можно пришла не постирать в стиральной машине. Вообще без проблем, я считаю. Но в каком-нибудь бережном режиме можно это сделать. Дальше у нас идет обувь взрослая. Вот эти две пары, это Кирилл обувь. Здесь у нас идут вот такие кроссовки. Причем один в Заре, в Анталье, именно в Терра-Сити. Вы в один день придете, будет одна обувь стоять. На следующий день вы приходите, стоит уже другая. У них там такой поток, что вы просто... Огромная очередь на кассах. Скупают люди, приезжают на шопинг из разных стран. Ладно, вернемся к кроссовкам. У них вот такой задник, посмотрите, какой мягкий, комфортный. У них даже что-то типа ортопедической стельки внизу. Сама здесь сетка прорезиненная все. Посмотрите, какие они красивые. Кирюхи чуть большие они, но мы взяли ему на вырос. На следующий год ничего страшного. 1500 лир умножаем на 3. То есть 4500 они стоят. Но они очень классные, стильные. Вот так выглядят. На шнуровке. И точно такие же мы взяли Артему. Ну, очень нам понравились. Артем померил. Он прям в восторге. Не во всех Найках, не во всех Адидасах есть вот такие комфортные модели. Он говорит, ничуть не хуже, чем были по 3000 лир, там по 6000 лир, по 5 в Найках, всяких брендовых магазинах. И вообще в Заре вот такие вот. Вот мне, по-моему, последние две пары взяли. Был еще какой-то размер. Ну, в общем, довольна очень. Кирюшки взяли вот эту обувь. Я не знаю, сможет ли он ходить. Мне кажется, они узкие. Но если что, можно будет их продать на Авито. Ничего страшного. Здесь, значит, кеды. Можно с джинсами их надевать. Такая, знаете, как замша. Наверное, даже нубук, набук, нубук, как он называется. Здесь резинку ничупом зашнуровывать не надо. А, нет, можно зашнуровать. Вот тут можно пошире сделать. Вот так выглядит внизу. 41-й, но он кирюхина вырос. У него вообще 39 сейчас размер. Мне показалось, Зара немножко маломерит. 1000 лир, 1100 лир. В общем, вот такие вот симпатичные кедики. Посмотрим. Будет ходить, не будет, не знаю. Но купили. И Артем себе взял еще две пары. Это кроссовки. Не кроссовки, а кеды, наверное, да? Похожи на кирушки, но только вот в светлом цвете. 1500 лир. Симпатичные, мягкие, удобные. Здесь что-то похоже на кожу. А здесь замша. Наверное, похоже на замшу. В общем, вот такие вот. Легкие, кстати. Немного весит. И шлепки. Тоже заровские. 1150 лир. А, кстати, вот мы еще вернули со всех покупок. Практически со всех. Tax-free. Ну, там было всего лишь 60 долларов. Там немного. Я не поняла, сколько это процентов. Но, в общем, там немножко. Через палец. Вот они, получается, прошиты. Коричневого цвета. 45 размер. Ну, как-то вот здесь вот все вроде по ноге. Ну, что-таки стильные, красивые на лето. Обувь вам показала. Давайте перейдем с вами к Заре. То, что купили Кириллу. Так, вот это не Зара. Это мне мама отдала. Рюкзачок. Sunny Island Beach. Это у них. Они живут в Майами. Район называется Sunny Island. Айланд. Айлес. В общем, вот так называется район. И у них там, ну, такой, знаете, как ЖК-комплекс. У них вот такие вот дают там всякие на праздниках рюкзачки, мерч какой-нибудь там, футболки, бейсболки. В общем, мне вот такой задарили рюкзачок для сменки. В Заре мы Кириллу купили вот такой бомпер. Он был со скидкой. Вот он ему сейчас, Кириллу, прям вот как раз, как раз. Хотя это 13-14 лет, 164 рост. Ну, вот ему сейчас хорошо. Вот на эту весну будет супер. Эта вещь была со скидкой. Стоила 990 лир, со скидкой 620. То есть стоила 3000, со скидкой 1800. Здесь утепленный флиз. Красивые рукава. Вообще расцветка классная. Карманы. Что еще здесь? Made in Pakistan. В общем, красивый, стильный. Можно и с джинсами, и с брючками. Вот здесь внизу резинка. Ну, что-то, ну, классные. Заровские вещи классные. Мне прям Зара понравилась. У нас в Саратове никогда Зары не было. Единственный раз, когда я была до этого в Заре, мы ездили в Ульяновск. Когда еще Зару не закрыли. Из России она не ушла. В общем, вот их сзади, он выглядит вот так. Спинка. Давайте покажу. Здесь вот города. Атланта, Торонто, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго. Кстати, ее вот со спины еще не видела. Только сейчас посмотрела. Красивый такой цвет бордового. Вообще, Кирюшка любит красный цвет, а это такой бордово-красный. Симпатичная. Вот такая вот курточка. Дальше из Зары еще футболка. Вот такая. Кирюшка уже в ней ходил последние там два дня в Анталии. Не стала стирать. Хотела вам сначала ее показать. Классная, удлиненная. Тоже размер самый максимальный. 13-14-164. Где-то она 300 или 350 лир. Где-то вот такая у нее была цена. Хороший, приятный хлопок. Такой оттенок. Здесь вот сверху надпись. Ну, обычная вот такая вот футболочка. Оверсайз. Сейчас надо будет ее в стирку убрать. Дальше у нас идет ветровочка. Тоже это все Зару мы смотрим. Знаете, какая красивая. Кирюшкин размер. 1000 лир. 2 800-2 900 она где-то стоила. Легкая. Как дождевичок. Ну, прям на лето, на весну. Такое интересное сочетание цветов. И здесь такая фишка. Тоже размер 13-14-164. Здесь такая фишка. Можно достать капюшон. Он вот так свернут. Открываем липучки. Достаем капюшон. Вот он так сворачивается. Убирается. При желании его можно вынуть. Если, например, дождь идет. Или ветерок. Вот видите. Раз достали. Не хотите, можно обратно его сложить. Получается ветровка с капюшоном и без капюшона. Тоже красивая. Тут на резиночке внизу она с карманами. И с обратной стороны тоже вот как бы такими частями сделана. Симпатичная. Очень нам понравилось. Кирушка шоппинг не любит. Как-то все равно одобрил. В общем, все, что мы купили, это все с одобрения Кирилла в Заре. А в Акике дальше покажу. Это уже без детей мы покупали. Гриша мы в Заре купили костюм. Это я, ну, это не костюм, это по отдельности я взяла на день рождения. На свой страх и риск. Очень мне нравятся светлые вещи. Я взяла светлую футболку. 390 лир. Гриша размер 8-9 на 130 сантиметров. Она такая, знаете, в рубчик. Красивая. Тут вот есть нашивка сбоку. Ничего лишнего. Просто такая молочно-бежевая футболка. Очень стильная, классная, супер. И отдельно взяла шорты. Они хорошо сочетаются вместе. На лето взяла, на день рождения ему взяла. Так, 134-9. Мэйден Марокко. Видите, там что было дело у нас? Бангладеш, это Марокко делает. 490 лир. 134. На вырост ему. Карманы. Хороший такой лен. Похоже на лен. В общем, вот такой вот костюм. Ну, получился как костюм. Классный. Классное качество. Здесь на резиночке. Можно затянуть. Хорошие хлопковые шортики. Похожие на лен. Еще, Гриша, мы взяли куртку вот эту. Он уже в ней ходил. Половина поездки в Анталии. И это сейчас тоже пойдет в стирку. Все вот такие вот тут вещи. Сейчас я каким-нибудь очистителем все это почищу. И мы все постираем. Рукава на резинке. Здесь на кнопках карманы есть. Воротничок, стоечка. Вот такой вот. Размер 130. 1000 лир, по-моему, стоит. 2800. И она, знаете, как будто бы чуть-чуть внутри есть несколько слоев ткани. И в ней и на солнце не жарко. И когда ветер, она прям хорошо так от ветра спасает. В общем, симпатичная, классная, стильная. Гриша уже на фотографиях есть в этой куртке. Очень нам понравилась. Суперская. И следующая покупка Зары. Прям печальная печаль. Сейчас поделюсь с вами своим, своей мини-бедой. В общем, купили Грише вот такие брючки в Заре. Тоже он был в путешествии уже в этих брюках. Такого, знаете, оливково-зеленого-серого цвета они. И я эти штаны постирала. И в Турции, в Анталии мы купили в магазине стиральный гель для стирки. Я не знаю, был для белых вещей. Или он был... Что-то я сделал не так. И, в общем, я взяла этот гель, налила прямо в барабан. И он попал на эти брюки. И теперь вот здесь вот это пятно, оно немножко разъел этот гель для стирки. Разъел... Разделал цвет ткани, разъела. И получается вот это пятно осталось. Раз пятно, вот тут капля. И вот тут, вот прям вот здесь, видите, как гель был на кармане, вот тут. Классные брючки. Вот у меня теперь, я не знаю, что с ними теперь делать. Либо взять какой-то, ну, типа хлорки и сделать вот так вот все вот в этом. Либо как-то попробовать химчистку отдать. Спросить, может быть, есть какой-то восстановитель, краситель. Как-то заклеить, может быть, какую-то заплатку сюда сделать. В общем, я не знаю. Если у вас были истории, когда вы запарывали вещи, и вы знаете, что с этим можно сделать, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Может быть, эти штаны еще можно спасти. Штаны классные. Ну, вот, к сожалению, раз за четыре, раз пять он их надел, и потом вот я их запорола. Ну, вот, такое бывает. Не все гели для стирки классные. Ни разу такой вот, такой запара не было. В Турции один раз купила гель. Он оказался, я не знаю какой, вот с такой проблемой, представляете? Так что вот все, которые гели я показываю для стирки, они просто вот, можно сказать, без вот этой проблемы. И, по-моему, последние покупки из Зары, это вот такие трикотажные футболки. Я тоже Артему, Артем выбирал. В трех цветах. Цена 890 лир, размер элька. Они такие мягкие, приятные. Вот их стирать, я правда не знаю как. Это, может быть, вискоза со 182, вискоза, да, 18 полиамид. Да, вискоза, классные. Такие, знаете, ну не как вязаные, но классно тянутся, похожие на вязаные. Здесь получается вот с таким горлом он взял. Цвет, наверное, капучино называется. Серый, не знаю, серый какой-то. Это вот тоже похоже на футболку с коротким рукавом. И тоже вот такое горло. То же самое, по-моему, они две одинаковые, в разных цветах, в молочном цвете. А вот эта серая кофта, она свердничко, как поло идет. Тоже с таким-либо качеством. О, какая затяжка здесь на спине внутри. 990, она чуть подороже. Цвета разные. Это более серый цвет, и это такой кофейный. Тут внизу на резинке и рукава. Вот такие вот. Себе я в Заре ничего не выбрала. Все джинсы, которые я мерила, мне все маленькие. Ну, может, я размеры не нашла. В общем, мерила-мерила. В Заре я себе ничего не купила. Дальше. Дальше у нас идет Вайкики. Давайте смотреть Вайкики. Самая обычная футболка. 119 лир. Так, вот смотрите. По поводу цены. Вот Вайкики две цены. Талксит. Влияти. Верхняя цена. Есть нижняя цена. Мы покупали по нижней цене. Плюс оформляли таксфри, но он небольшой там, чуть-чуть. Но, тем не менее. Вот 119 лир. Это 330 рублей. 360 рублей. Просто обычная красная хлопковая футболка. Вот такая вот кирюшки. Это ее любимый красный цвет. Это все мы уже без детей покупали. Дальше. Классная футболочка. Яркая, красивая. 249 лир. Умножаем на 3. И 750 рублей. Я уже научилась лиры быстро умножать. Ну, такая летняя. Она, знаете, можно сказать, плотненькая такая. Похожа на вафельное полотенце. Даже не вафельное, а махровое. Ну, в общем, вот так вот покажу вам. Ну, понятно, какая ткань. Нет, в сеточку. Не знаю. Вот, мне кажется, такая ткань не должна после стирки садиться. На 13 лет мы взяли. Ну, симпатичная светлая летняя рубашка. С чиносами можно. С шортами будет отлично. Мне кажется, такая симпатичная. Затем... В основном, что-то мы Кирюху приодели. Кирилл вообще у нас... У него ни штанов, ничего нет. У Гриши как-то попроще. Часть вещей у нас есть от Кирилла досталось. Часть вещей где-то я заказываю, покупаю. С Кирюхой сложнее, потому что сейчас не во всех детских магазинах уже для него одежда есть. И он еще не любит ходить. С Гришей попроще. Поэтому мы прям основательно Кирюхе верхние вещи закупили, штаны закупили. Самое главное, штаны у него их почти нет. Это ветровка. Тут она на молнии, спортивная такая, знаете, синтетическая. Мне кажется, она, конечно. Вот Артем выбирал. 13-14 лет, 400 лир. Умножаем на 3. Такое серое сочетанием черного. Карман с сеточкой. Тут тоже на резинке руководство. Сзади полностью серая она. Да. Ну, такая как спортивная. На тренировку сходить, например. Так, погулять. Скоро Кирюшкины вещи. Уже я буду донашивать. Вот еще размер, размер. И донашивать мы с бабушкой будем, Мариной, после Кирилла. Потому что уже в некоторые вещи я в него влазью. 11 лет, Кирюхе. И дальше в Акике были штаны у нас. Такс. Вот такие джинсы. Обычные, классические. Померили, все хорошо. Нормально он у них влазит, а не ему хорошо. 500 лир. 158-164. Такие вот джинсики. Дальше у нас чинусы мы ему купили. Двух размеров. Ой, двух цветов. Чинусы вообще классные. Летние. Они такие ткань приятная, мягкая. Как лен, но она так не мнется, как лен. Тоже 400 лир. 1200. Здесь завязываются на пуговице. Мы купили ему в зеленом цвете. Вот такие брючки. Можно и с кедами, можно и с кроссовками. Хорошие, классные. И такие же чинусы мы взяли вот в таком цвете. Сейчас покажу вам. О, бежевые вообще классные. Тоже 400 лир. В общем, все здесь завязывается. Единственное, что нет такой пуговицы, которая утяжку делает. Вот у чиндема почти у всех есть. А здесь вот такой. А, вот такой вот, который можно регулировать размер. Делать чуть поменьше. Вот у чинусов такого нет. Но они сзади на резинке, я думаю, проблем не будет. Далее штаны темно-синие. Мне кажется, чуть ли не такие же они идут. Нет, чуть-чуть другие они идут. У них даже в школу, наверное, можно будет ходить. 400 лир. Тоже такие, знаете, как брючная ткань. Похожа на чинусы. Лен, хлопок. Ну, это хлопок, наверное. В синем цвете. Вот. Еще одни джинсы, в которых он приехал. Черные, плотные джинсы, как бананы. Мы их постирали. Что еще осталось? Вот еще. Это, наверное, Гришины штаны из вайкики. Да, это, по-моему, одинаковая модель. Только на Гришу мы взяли 400 лир. Тоже на резинке удобные. Может быть, даже на 1 сентября Грише подойдут. Посмотрим. Еще у Гриши там осталось вещей от Кирюхи. Еще носить не переносить. Ну, с детьми вроде закончили. Давайте покажу, что я купила. Я тут тоже немного купила. Взяла вот такую футболку. Ну, не футболку, топ. Ее можно под рубашки надевать. Это топ. Это зар... Ой. А кто это вообще? Это вайкики. 180 лир. С высокими джинсами. Под рубашку можно носить. Такой, как нательный топ. Базовый. Обычный. Рубчик. Дальше. Взяла штаны вайкики. Вот такие светлые. Высокие. Высокая посадка у них. Бойфренды. 500 лир. Тут коленка у них потерта. Здесь потертости. Мне очень понравились, как они сидят. И попу приподнимают. И карманы у них такие. В общем, вот такие вот джинстики. И те джинсы, в которых я уже ходила. Это катон. Не высохли они еще во мне. Катоновские. Тоже высокие. Бойфренд. Здесь 29 размер. Здесь 30 размер. Вот. Вот такие вот. Тоже очень мне понравилась посадка. Я не знаю, есть ли у нас катон. Мне кажется, он еще остался. Мне кажется, есть катон у нас. В общем, из того, что было, мне понравились вот эти варианты. И футболку себе купила. Тоже она в стирке. Я вам показывала ее. В общем-то говоря, шоппингом мы довольны. Все при обновках. И Кирилл, и Гриша, и я, и Артем. Все довольны, все счастливы. Сейчас буду все вещи эти разбирать. И девочки, пожалуйста, напишите. Может быть, кто-то знает, что с этим делать. Такие классные штаны. Так они мне понравились. Взяли их на вырост. Буду обязательно ждать ваши комментарии. Может быть, мы спасем эти штаны с вами вместе. Может быть, какой-то краситель купим. И сделаем что-нибудь. Я думаю, хуже не будет. Но попробовать стоит. В общем, жду ваши советы. Мы уже сейчас готовимся выходить из дома. Едем с детьми к врачу. У нас дети пролечились 7 дней. Пропили лекарства. Дышали лекарствами, неблайзером. И Кирилл еще кололи антибиотики. Гриша антибиотики пил. Через 7 дней нам нужно скорректировать лечение. Врач в целом посмотрит динамику. Как все сейчас у детей проходит. У нас отличные новости в Саратове. Погода просто до 25 градусов сегодня будет. Представляете? Сейчас 16. А днем будет 25 градусов. Поэтому я в рубашечке. У меня снизу топ. В новых джинсах. Сейчас покажу вам свой лучок. Вот такой у меня сегодня лучок. Это топ, который я покупала в Турции. Ой, это в Айкике. И это тоже в Айкике. Так что такие джинсы тоже сейчас есть. Я думаю, у нас здесь в Саратове. В других городах. И вот такие топики тоже есть. Вот. Взяла рубашечку сверху. Тоже не буду сильно детей надевать. Потому что много надевать на них одежды. Потому что на улице тепло. А вот эту штучку я покупала в Грузии. Магазин. Магазин не помню. Рубашечку. Она флисовая, теплая. В общем, такая очень удобная. Все, собираемся. Дети уже готовы. Дети готовы? Одеты? Погнали. А то мы можем опоздать. А еще вам не показывала кеды новые с Вайлберрис. Они такие мягкие. Такие удобные. Вот я в кроссовках ездила в Турцию в белых. Я себе столько мозолей натерла. А вот эти просто мягчайшие. Мне очень нравятся. И по размеру вообще даже кирюхе не подойдут. Они вообще такие универсальные. Там непонятно. То ли для мальчиков, то ли для девочек. Вот у меня коричневый здесь задник. А там на Вайлберрисе еще есть розовый. Вот. Очень мягкие, классные. Я прям очень довольна. Сейчас пойду выгуливать новые кроссовочки. Какая погодка. Какое солнышко. Вот это весна. Выходите. Бахилы надеваете? Бахилы. 30. Нет, этот этаж еще выше. 38. Наверх. Все, сходили мы к врачу. Врач сказала, что Кирюшу можно в школу выходить. Завтра он идет в школу. Скорректировала на лечение. Там осталось еще ему подышать. Антибиотики башку колоть не нужно. А Гриша еще пьет антибиотики. У него там что-то еще в легке. Жесткое дыхание. Это будут хорошие новости. Кирюша завтра идет в школу. Написали нам справку. Учительство осталось здесь апреля и чуть-чуть мая. Мы зашли покушать. Классное местечко. Так называется. Котенье купе. Мы тут как-то были давно. Поменялось у них меню. Но вообще здесь вкусно. Сейчас посмотрим, осталось у них так же вкусно или нет. Находятся прям дебетские парк литки. Что за супчик? Куриная лапша. А это вяленые томаты? Да. Похоже на. Приятного аппетита. И омлет. Очень похоже на мой, кстати, омлет, который я готовлю. Да. Внутри с лососем, с сыром. Я думала, лосось будет где-то здесь, а он где-то внутри. С прятым. Да. Так, всем приятного аппетита. Пицца 4 сыра. Ну, тебе вместо хлебушка пицца 4 сыра. Это сэндвич с лососем. Ммм, с авокадо. Что, как гренка вообще? Можно я вот так потрогаю? Вкусно выглядит. Пицца вкуснее, чем у меня. Я так наелась, заказала еще сырнички. И Кируша мне помогает их съесть. Сырнички вкусные. Кстати, без глютена. На рисовой муке они. С джемом и со сметанкой. Вкусненькие? Смотрите, какие тут качели около липок. Так. Отталкивайся ножкой. Можно покачаться чуть-чуть, позагорать. Корточку мы сняли. Футболки прям. Льдем Кирюшку. Вон он. Вот это кофейник купе. Нам нравится. Такое уютное местечко. Вкусно, да. Кирюшка в футболочке. Все, идемте в парк. Нарцем пошел в машине там дела делать свои. Что-то надо ему поработать. Пойдемте в парк. Смотрите, какой тут ремонт сделали. Новые старые площадки убрали. Хотя они были не такие уж и старые. Все поменяли здесь. Ничего себе. Такой стиль лофт. Слушайте, как тут круто сделали все. Вон там батуты. Ничего себе. Слушайте, качели. Здесь такой огромный лабиринт. Круто. Ты как человек-паук. Родители вон там могут Полежать, поотдыхать, позагорать На лежачках Кируша вон на качелях там Раскачивается на белых Ну, наверное, еще светится вечером Все, накатался? Проедемся по историческому центру Саратова Вот справа театр оперы и балета Там реставрируется А, он реставрируется, точно А вот это справа, интересно, что за здание Вот это? Да Универсальная научная библиотека Видите, какие здесь домики интересные Красивые Им столько лет уже Шаманить, подкрасить Да, вот тут, кстати, как Питер, да? Прям перекресток, город Санкт-Петербург Практически Почти Невский А это Московская сейчас будет у нас Вот она, правительство наше, Саратовское А туда вот уже в сторону Экономический университет Парк Победы Скаловая гора В ту сторону Вот здесь тоже Историческая улица Сейчас мы налево повернем Это Кутиково Вот если родители смотрят влог Это для них особенное это место Они тут работали Они эту улицу знают Так что привет маме и папе С улицы Кутиковой Очередной поход в магазин чижик Закончился вот таким большим пакетом Давайте посмотрим, что там есть Сразу уберу в морозилку наггетсы Беру иногда 170 рублей они еще стоят По-моему, дешевле они были И в морозилку еще уберу вот вишню Я из нее делаю семена чия Ой, она, блин, она уже размораживаться начала Вот это да Вроде только из магазина приехала Уже размораживается Делаю, когда чия в стакане С кокосовым молоком, с медом И добавляю туда еще вот эти ягодки Они без побочков Вот, вишневый пирог получился Тоже очень вкусный Сейчас мы быстро в морозилку убираем Вот такие йогурты У нас очень любит Кирилл Творожок, вишня, черешня Вот, иногда я в качестве десерта Так вкусно это вот Мне так нравится вот эта черешня Она там прям вот ягодками Такие вот Так, а Гришане у нас любят вот это вот Шарики Уже взяла пару штучек Дальше сливки Берони У меня всегда есть дома Вот закончились По-моему, 70 тоже чем-то рублей стоит Что еще из еды Персики в сиропе взяла Это Артему Знаю, что он любит персики В сиропе Банка без ключа 70 тоже чем-то рублей стоит Вот такой наборчик взяли Он был там со скидкой 40% У меня всегда есть вот такие вот всякие Штуки для детей Если у меня дети идут на праздники На дни рождения То я помимо конвертов Всегда какие-нибудь вот такие дарю Вещи, которые осязаемые Ощутимые Не только конвертик Так, бонусы приятны Вот это взяла детям Помните, на Вайлдберрис Недавно заказывал Кирилл раскопки Они тут в драку в собаку За эти раскопки Всем понравилось Еще одни раскопки я купила в фикс прайсе Там 349 А вот это, по-моему, 249 рублей Кого-то тут можно раскопать Вот, в общем, дамам по одной коробке Пусть раскапывают На спичках пусть вытянут У кого будет коробка Перчатки, по-моему, рублей 50 они стоят Написано, что мужские Но я не поняла, почему такая дискриминация Нормальные перчатки Мне тоже подойдут Садово-огородные, мужские XL Вообще много в Чижике всего для сада-огорода привезли Лопатки, совочки Что там еще? Парники, металлические дуги Всякое разное привезли Ну и все Что, собственно, еще? Вот такой попкорн соленый С хорошим составом Небольшая упаковка Здесь, наверное, сколько здесь? Грамм сто, наверное Тридцать грамм? Ага, сто Тридцать грамм И стоит тридцать рублей И взяла вот такую минералку Вот Кирюшка в школу возьмет А это дома попить У нас Кирилл очень любит пить минералку Вот, а кто у нас? Гриша минералку не пьет Ну, Артем пьет и Кирилл Вот они вдвоем любят Чуть не забыла, самое главное Чижики, что мы купили Гриш, сделай просто телевизор потише Хочу показать Ну, попроси у папы пульт потише За, блин, по-моему, 499 рублей 500 рублей свитшот И отдельно есть штаны Тоже 500 рублей Вот штаны я взяла размер 134 Сейчас померяем Они хлопковые, 100% хлопок На резинке и без начеса Хороший стрикотаж, плотный Мне понравилось качество Сейчас Гриша не померят А вот верх Тоже 499 рублей Я взяла 128 Размерный ряд от 98 до 134 Хлопок и без начеса Мне штаны понравились Девочки в магазине сказали Что если что-то не подойдет по размеру Без проблем можно прийти И не могу одной рукой открыть И поменять, вернуть Нет с этим никаких проблем Вот, смотрите Верхушечка Гриш, давай померяем костюмчик Смотри, какой красивый Вот такой тоже без начеса Надевай штанишки Классные Да, давай померяем А то у тебя что-то со штанами Не очень хорошая история Тут ничего нет А, еще вот что мы купили Самое главное Нет, пока не отрываем Мы померяем Если они нам не подойдут Мы их в магазин вернем Вот такие 350 рублей Гришанин взяла на дачу И Кирюшке или мне Ну, потому что ногу выпить вот так Мальчики удобные Раз Два Тоже 4 рублей 350 Или 399 Смотрите, какие хорошие Они такие удобные У них там прям какая-то колодка В общем Они были со скидкой 500 стоили Это у них цена Супер цена Так Штаны большие Нам 134 А мне почему-то Ага, штаны надо менять На поменьше Здесь сколько запаса еще Штаны вернем Поменяем на поменьше А кофту померяй, пожалуйста, еще Прям тебе под футболку подходит Держи Так, костюмы не маломерят Имейте в виду Сразу скажу В рукав В рукав взывешь Вот так давай Это 128 верхушка Сейчас посмотрим Мне кажется, они тебе широкие Гриш, ты вообще парень у нас такой худенький Они прям такие широковатые Так, все, постой Я посмотрю на тебя Что-то у тебя какой-то костюм большой Посмотри на меня, Гриш Это верх 128 на тебя А что такое горло широкое Я чуть не по нему Такое прям большое здесь Объемное Повернись спиной ко мне Я посмотрю Ну, таких на На хороших таких Мясистых мальчиков подойдет костюм Что тут на тебя большой немножко Покажи, иди папе, сходи Спасибо, Гриш, что не вывертелся Спасибо тебе Вот здесь То я тебя вот тут снимаю Так прикольный Ну, что-то надо меньше А что с горлом, я не пойму Оля, не лето А там, в смысле, там еще какая футболка? Да, это футболка Под этим Да, видишь, какой у него вот разрез У горла, я что-то не поняла Вот такой А может, он большой? Нет, это по... А может, он как оверсатель Ну, может быть С футболкой, чтобы носить Спасибо, Гриши Спасибо, Гриши